МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Татьяны Бажанова. Здравствуйте. В начале выпуска его главные темы. Новым улицам достойные имена. В Лямбере решили, какие адреса получат новостройки. На 20% с ноября возрастет зарплата сотрудников отделений связи. Речь об этом шла во время рабочей встречи главы Мордовии. Паспорта пока действительные, а вот права нужно поменять. Однако на это дается целых полгода. В МВД рассказали о новшествах. Каким был Саранск век своего рождения? К юбилею города выйдет в свет книга о его жизни и жителях 17 века. 24 июля глава Мордовии отправился в рабочую поездку в несколько районов республики. Большой сюжет смотрите в завтрашних выпусках Народных новостей. А пока Вячеслав Кузьменко поделится подробностями по телефону. В Краснослободском районе глава Мордовии осмотрел строительство единого спортивного комплекса в селе Бабылевской выселки. Сейчас уже видно, что комплекс будет большим. Его площадь почти 8 тысяч квадратных метров. В нем будет ледовая арена, на которой будут заниматься не только краснослободские ребята, но еще кисты из Атюрева и Ельников, потому что спорткомплекс будет межрайонным. Также в нем можно будет заниматься водными видами спорта. Бассейн из шести дорожек и ванна для тех, кто хочет научиться плавать. Также есть залы для занятий фитнесом. Главу Мордовии интересовали подробности строительства. Он осмотрел основные помещения. Сдать спорткомплекс планируют в октябре 2021 года. Застройщик, который везет возведение объекта, занимается строительством детского сада в Рузаевке, в селе Белозерия Романановского района и в ряду других объектов. Владимира Волкова заверили, что проблем на стройках нет. Все они будут сданы. Срок. В Зубово-Полянском районе Владимир Волков заехал и на поле, принадлежащий аграрному холдингу «Мордовский бекон». Там полным ходом шла страда. Поле засеяно озимой пшеницей. Урожайность порядка 50 центнеров с гектара. Есть в хозяйстве и поля с урожайностью более 100 центнеров с гектара. Как заметил Владимир Волков, в этом году ожидается небывалый урожай в 2 миллиона тонн зерновых. Вячеслав Кузьменко специально для Народных новостей. 23 июля в Доме Республики состоялась рабочая встреча главы Мордовии Владимира Волкова с директором макрорегиона «Волга» акционерного общества «Почта России» Александром Вакуленко. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере развития и совершенствования почтовой связи на территории региона. Макрорегион «Волга» Почта России объединяет 11 областей и республик по Волжье. В него входят Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренгурская, Нижегородская и Ульяновская области, Мордовия, Чувашия, Татарстан, Башкортостан и Мариэл. На территории Мордовии функционируют 360 почтовых отделений, в том числе 295 сельских. Глава республики подчеркнул, что работа почтовых отделений в сельской местности имеет большое социальное значение. Мы говорим о большинстве осельских отделений, конечно. Там особенно осталось, там районы, отделения, сельских отделений, особенно, что осталось, занятость. Чем не больше занятости, тем лучше. Чем не больше отделений, тем лучше. Чем не больше людей там работают, тем лучше. В ходе встречи обсуждались результаты работы Управления Федеральной почтовой службы Мордовии в первом полугодии 2020 года. Александр Вакуленко отметил положительную динамику деятельности филиала, востребованности цифровых и дистанционных услуг жителями региона, внедрение новых сервисов для повышения качества обслуживания населения. Отдельно была отмечена работа почтового предприятия во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. В этот период почтовики предложили жителям республики востребованные и безопасные форматы работы, новые виды сервисов, которые дали возможность населению получать необходимые и привычные почтовые услуги, а также продукты и товары первой необходимости, не выходя из дома. Особенно важной такая поддержка была для людей старшего поколения и маломобильных граждан. Также директор макрорегиона Волга сообщил, что в настоящее время Почта России реализует программу повышения заработных плат работников отделений почтовой связи. С 1 ноября все сотрудники основного персонала филиала, им будет повышена заработная плата на 21%, в среднем 26%, поэтому люди получат достаточно серьезную прибавку. Еще одной темой обсуждения стала возможность реализации в регионе социальных проектов Почты России, о которых шла речь на недавней встрече президента России Владимира Путина с генеральным директором Почты России Максимом Акимовым. Опыт подобных проектов уже накоплен в ряде российских областей и хорошо зарекомендовал себя. В рабочей встрече приняли участие председатель правительства Мордовии Владимир Сушков, первый заместитель председателя правительства министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Владимир Мазов, директор мордовского филиала Почты России Вячеслав Макейчев. Придумать название улицы дело нелегкое. Достопримечательности или прославленный земляк подарит ей имя, решать народу и его избранникам. В Лямбере сельский совет депутатов выбрал название будущим улицам из вариантов, предложенных жителями. Какие же адреса получат новостройки, расскажут Елена Сергеева и Владимир Надькин. Вопрос о том, как назвать ту или иную улицу в Лямбере, поднимается с начала 90-х годов. Ведь именно тогда началась массовая застройка этого населенного пункта. Каждый год появлялись новые улицы. И тенденция сохраняется. На севере Лямбере в скором времени на пустыре вырастет новый микрорайон, а вместе с ним и пять новых улиц. Чтобы полностью узаконить новые территориальные объекты, необходимо присвоить им новые названия. Цветочные, полевые и садовые улицы есть практически в каждом городе. И плотно укоренились в сознании их жителей. В Лямбере к вопросу выбора названий подошли основательно. Инициативу проявили простые люди. Депутаты сельского поселения ее обсудили и поддержали. В каждом населенном пункте есть свои люди, достойные люди, которые, как говорят в народе, где родились, там и пригодились. И было принято решение по заявлению граждан Севалянбер присваивать названия таких людей улицам своим. На сегодняшний момент уже пять улиц в этом населенном пункте названы в честь деятельных земляков. Улицы Салимова, Одерова, Кеникеева, Маринова и Усманова. Теперь их стало на три больше. Одна из новых улиц будет носить имя татарского поэта, драматурга, классика татарской литературы Мухаммедхадзи Хайрулович Токташева. Вторая – Василия Тулаева. Его личность хорошо известна лямберцем. А название третьей улицы увековечит память о георгиевских кавалерах, братьях Артемьевых, бесстрашно сражавшихся во времена Первой мировой войны. Возникла такая идея, она сейчас притворяется в жизнь. В начале улицы устанавливается небольшая стелла с памятным знаком, где на этом знаке написано, через кого названа эта улица. Вот этот первый знак установлен на улице Салимова, где небольшая краткая историческая справочка. Салимов, когда родился, где трудился, на каких-то был княжтях. Вот такая, чтобы люди молодое поколение уже подошли к стеллу и прочитали. Почему же улица Салимова названа? Это будет у нас произноработать на всех улицах. Были и другие варианты названий. Одну из улиц предложили именовать Шишкеевской. Связано это с географическим положением. В архивных документах по указу Екатерины II значится, что часть земель лямберцем татарам была отведена спорами из Шишкеевского уезда. Рассматривался и вариант, связанный с местным топонимом жителей Новой Михайловки – Золотая гора. Однако пока остановились только на вышеперечисленных. Две другие улицы ждут своего названия. Елена Сергеева, Владимир Надькин. Народные новости. Лямберский район. Благодаря программе формирование современной городской среды приводит в порядок дворы по всей Мордовии. Новые парковочные места, асфальтированная дорога – все это строится на благо жителей. Как идут работы в Розаевском районе, расскажем далее. Грязь во дворе – мера вынужденная и временная. Жителям остается потерпеть совсем недолго. Благоустройство в самом разгаре. В этом году в Розаевке в рамках программы формирования современной городской среды благоустроят 10 дворов. 9 по плану и на 1 удалось сэкономить средства. Три двора, да, поставлен бордюр, то есть отщебенена. У нас готово к асфальтированию. В настоящее время три двора полностью и сейчас четвертый будет готовиться. Как он будет закончен, двор по укладке щебня и бордюрного камня, то есть подрядчик сразу приступит к асфальтировке, сразу четырех домов. Я думаю, что мы дома за асфальтируем и перейдем потом на асфальтированные дворы. Часть работ уже выполнена, но впереди еще дел немало. Почти везде установлен бордюрный камень, готовится площадка под асфальт. Рабочие убирают лишний мусор и поломанные ветви деревьев. Трудятся на совесть и на радость местным жителям. Что именно появится во дворе, решали именно они. В основном обращается внимание на парковочные карманы, так что это современный наш бич, негде припарковаться, люди ставят на зеленую зону машины. То есть основной акцент делаем на парковочные карманы. Бордюрный камень, поребрик, входы к подъездам, для того, чтобы бордюрный камень, чтобы асфальт не разрушался. То есть был, во-первых, эстетичный даже вид. Все работы идут согласно графику. К концу сентября чистота и порядок воцарятся в каждом из десяти благоустраиваемых дворов города железнодорожников. Валерия Никитина, Юлия Мамаева, Сергей Соколов. Народные новости, Розаевский район. В Мордовском республиканском молодежном центре прошло награждение победителей федеральных и региональных проектов российского движения школьников. А также были подведены результаты регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер 21 века», который собрал участников разных возрастных групп, как школьников, так и студентов. Кто завоевал почетное звание, расскажут Юлия Емельянова и Сергей Соколов. Измерение температуры бесконтактным градусником, потом обработка рук дезинфицирующим средством. Все эти простые действия стали неотъемлемой частью нашей жизни. В молодежном центре созданы все условия, чтобы уберечь здоровье школьников. Сегодня в этом здании проходит награждение победителей – юных и талантливых ребят, будущих лидеров нашей страны. Конкурс под символичным названием «Лидер 21 века» проходит не первый год. Его цель – раскрыть лидерские способности, помочь ребятам показать свои знания, поделиться идеями. У ребят было несколько этапов. Они готовили задания, отвечали на конкурсы, готовились к ними, писали тесты. А потом эксперты оценивали их уже вживую, задавали какие-то вопросы. И согласно критериям и положению данного конкурса оценивали их. И сегодня мы подвели итоги. В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции региональные этапы проходили в онлайн-формате. Но это не помешало школьникам показать свои таланты и лидерские способности. Победители выбирали по четырем номинациям. Из 19 представленных проектов члены экспертного совета отметили 8. Именно эти ребята смогут побороться за звание лучшего лидера России. В числе победителей оказалась ученица 43-го лицея Ксения Костенецкая. Ее проект «Новая жизнь» направлен на помощь ребятам младших классов. Самое сложное и волнительное, конечно, было защита проектов в формате в Зуме перед экспертами. Мой проект – это комплекс мероприятий «Новая жизнь», который направлен на помощь ученикам начальной школы в помощи к адаптации в школе. То есть многим ученикам сложно начать дружиться с одноклассниками, сложно влиться в учебный процесс. И наши мероприятия, мои мероприятия должны им в этом помочь. Проекты, отмеченные на региональном этапе, продолжат участие в конкурсе. И уже этой осенью школьники расскажут о своих идеях на всероссийском уровне. Формат проведения федерального этапа конкурса пока неизвестен. Но ребят это не пугают. Они полностью погружены в работу. Юлия Емельянова, Сергей Соколов, Народные новости. Некоммерческие организации Мордовии выходят из виртуальной реальности в режим офлайн. Проблемы, связанные с пандемией и не только, их представители обсудили в культурно-досуговом центре села Большие Березники. Встреча друзей по интересам прошла с соблюдением мер безопасности. И началась она с небольшой экскурсии. Встреча с местным храмом мудрости и знаний для многих произошла впервые. Это не просто модельная библиотека, а уникальное место, где способ погрузиться в литературу найдет каждый. А в соседней комнате ждут своего часа местные артисты. Театральная студия готовит спектакль для детей. Обновленный культурно-досуговый центр открылся в прошлом декабре. Такие выездные круглые столы, когда общественные организации НКО знакомятся с тем или иным муниципальным районом, с достижениями этого района. А замечательный культурный центр, в котором мы с вами находимся, модельная библиотека, новый кинозал. Конечно, все это пространство для людей, для жителей этого муниципального района. И нам очень приятно обменяться впечатлениями, обменяться опытом работы. Чтобы воплотить в жизнь самые смелые проекты, нужна серьезная поддержка. В помощь организациям конкурсы фонда президентских грантов. Еще один вопрос в повестке дня создания лаборатории проектного мышления. Сегодня наше население ждет от нас интересных решений, интересных проектов. И поскольку это не первая встреча, мы обсуждали меры государственной поддержки некоммерческих организаций, мы говорили о проектном управлении в нашей деятельности. И, безусловно, сегодня одна из задач – это все-таки рассмотреть возможность и оказание поддержки друг другу. Одной некоммерческой организацией, другой некоммерческой организацией, учреждениями культуры, работать в сообществе на благое дело. Так выглядел Дом традиций ровно год назад. Тогда Евгений Ледяйкин только приступал к работе. Несколько месяцев стараний и настоящий музейно-культурный центр открыл свои двери. Этот проект – пример успешной работы некоммерческой организации. Несмотря на пандемию, то есть мы находили возможности продолжать проект. Это и в интерактивной части, и в монтаже арт-объектов. То есть мы там настроили столько всего. Очень интересная вещь – это арт-объект Покштень-Эзим. Это скамья в каждом из трех сел близлежащих. Уже сейчас там постоянно находятся, сидят дети, взрослые, ожидают, встречаются. Конечно, без нарушений каких-то. То есть людям это очень-очень понравилось. Важно хранить не только национальные традиции, но и мир между народами. Региональный Минкульт заключил соглашение с Ассоциацией медиаторов. На сегодня это очень эффективный способ урегулирования конфликтов. Особенно конфликты, которые межконфессиональные, межрегиозные, межнациональные. В связи с этим мы сегодня уже планируем и мероприятия, которые будем проводить совместно в этом году и в последующем с Министерством культуры, национальной политики и архивного дела. В планах сторон проводить круглые столы и конференции. Главные участники – представители разных религий и конфессий. Ирина Пятина, Владимир Надькин. Народные новости. Большеберезняковский район. О жизни Саранской крепости 17 века красочно и познавательно расскажет новая книга Дмитрия Фролова, заместителя директора Краевеческого музея имени Воронина. Она готовится к выпуску в следующем году и будет приурочена к юбилею столицы Мордовии. В чем уникальность будущего издания, нам рассказал сам автор. 17 век известен не только как бунтажный. Это золотой век русской культуры, период расцвета русского костюма. Вот одна из причин создания книги о Саранской крепости и ее горожанах до Петровской эпохи. Но все же главным стимулом у автора Дмитрия Фролова и издателя Константина Шапкарина стало другое. Дело в том, что в этом веке, а именно в 1641 году, была основана Саранская крепость. В следующем году нашему Саранску исполнится 380 лет. И наш город, который был основан как крепость на границе Московского царства, своего расцвета достиг как раз к концу 17-го столетия. Вот такой первый большой расцвет города. И, конечно, золотой век Московского царства оставил след в истории, в истории дела производства и в истории нашего Отечества. «Саранские горожане 17-го века» – книга для семейного чтения и совместного творчества. Так ее характеризует сам автор. Стиль он выбрал научно-популярный, поэтому интересно будет и взрослым, и детям. Главная изюминка будущего издания – книгу можно не только читать, но и раскрашивать. К каждому из персонажей будет даваться большой или небольшой текстик. И мы видим, что, опять-таки, дается образец. И эту книгу могут раскрашивать не только дети, то есть взрослые тоже могут попробовать свои силы. Зачастую многие персонажи даются не только по одному, бывает у нас и парные портреты. Наряду с историей Саранской крепости 17-го века раскрываются нравы и повадки ее жителей. На основании архивных трудов и подлинных документов обрисованы порядка 30 саранских персоналей. Каждый образ прорабатывался тщательно до мельчайших деталей, начиная от выражения лица и заканчивая узорами на одежде. Над образами, колоражем и картинами архитектуры работали три художника. Симпатии читателей завоюет еще один необычный момент. Обязательно я даю современные ориентиры. Например, улицы, где находилась Трилецкая слобода, где находилась Пушкарская слобода. На карте современного города такие-то улицы. Понятно, что ребенок этого, конечно же, еще не знает или многие ему эти улицы не знакомы. И вот здесь должны прийти на помощь взрослые. Книга уже сверстана, осталась корректорская работа. Тираж издания – тысячу экземпляров. Приобрести ее можно будет в следующем году в книжных магазинах города. Просроченные паспорта менять пока не нужно, а вот права пора. Но на это есть почти полгода. 24 июля в МВД Преспублики Мордовия в онлайн-формате состоялся брифинг по вопросам оказания ведомством государственных услуг. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 апреля 2020-го паспорта граждан, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными до 31 декабря 2020 года, сообщил временно исполняющий обязанности заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД Сергей Камалятов. При этом наиболее эффективным способом обращения в подразделении по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия является единый портал государственных и муниципальных услуг. Также в Рио заместитель начальника УВМ рассказал о вступивших в силу ряде федеральных законов, которые упростили процедуру получения гражданства Российской Федерации иностранными гражданами. Вступил в силу федеральный закон номер 58 ФЗ. О чем он говорит? Он говорит о том, что граждане Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком, они теперь освобождены от собеседования на комиссиях по признанию иностранным гражданином носителем русского языка. Кроме того, сокращен срок осмотрения заявлений с 6 до 3 месяцев. Также 24 июля вступает в силу федеральный закон, направленный на упрощение порядка приобретения российского гражданства гражданами Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана, имеющих вид на жительство, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства, чьи супруги – россияне, в том случае, если у них есть общие дети. Представитель управления госавтоинспекции МВД по республике Мордовии Ольга Аносова рассказала о действующих правилах по замене водительских удостоверений. Так, например, документы, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, будут заменены до 31 декабря 2020 года включительно. Для замены водительского удостоверения граждане могут обратиться в любое экзаменационное подразделение, расположенное на территории республики, адреса которых указаны на официальном сайте МВД Республики Мордовия и сайте госавтоинспекции, предоставив необходимый комплект документов как посредством сервиса предоставления государственных муниципальных услуг, так и посредством сервиса управления электронной очередью. В конце мероприятия его участники призвали граждан к терпению и не создавать ажиотаж. Времени для замены документов вполне достаточно, а подразделения МВД, оказывающие государственные услуги, работают в штатном режиме. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. В студии была Татьяна Бажанова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.